Белорусские депутаты сегодня приняли во втором чтении проект бюджета на 2015 год. Это главный финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году. Сам проект бюджета насчитывает 250 страниц, где прописаны все источники пополнения казны, а также распределения денег из нее. Бюджет следующего года называют рачительным, но финансирование приоритетных направлений не уменьшено. Если говорить в цифрах, то доходная часть бюджета будет почти 157 триллионов рублей, расходная более 141 триллиона. Проект бюджета планируют с профицитом. Почти в 16 триллионов. Я считаю, что все-таки сделан правильный расчет, сформирован реалистичный бюджет с учетом тех условий и возможностей развития нашей экономики в 2015 году. Конечно, определенные риски учтены, но, вы прекрасно понимаете, все учесть практически невозможно. Для этого надо гибко реагировать в течение года на складывающуюся экономическую ситуацию. А то, что действительно он обоснованный, взвешенный, мое мнение, мнение нашей комиссии, я считаю, что все отражено правильно. И главное, что изысканы внутренние резервы и возможности по повышению эффективности нашей налоговой системы в целом. Ну и, конечно, учитывая, что мы имеем ограниченные возможности и ресурсы, проведена оптимизация государственных расходов. Вместе с проектом бюджета депутаты приняли и изменения в налоговое законодательство. В частности, ставка НДС остается неизменной и 20%. Банки и страховые организации будут платить больше налог с прибыли. С 18% он увеличивается до 25%. Сегодня же депутаты приняли в первом и втором чтении поправки в закон о СМИ. Интернет-СМИ теперь несут такую же ответственность, как и остальные средства массовой информации. Рассмотрен и ряд других законопроектов. Рассмотрен и ряд других законопроектов.